Привет, друзья! Меня зовут Иван. Сегодня мы с вами рассмотрим тему скриншотов на айфоне. Все мы умеем делать скриншоты, наверняка вы умеете это делать, раз вы пришли в это видео. Но, а что с ними делать потом, как их разметить, куда сохранить, подрезать и так далее, в этом видео мы об этом и поговорим. Поехали! Итак, скриншоты на айфон. Чтобы сделать скриншот, мы знаем, что нужно зажать кнопку питания и верхнюю кнопку громкости. Получается скриншот. При этом, если ничего с ним не делать, то он просто сейчас раз и исчезнет, уйдет в бок. Раз, вот ушел. Давайте сделаем еще один скриншот. И мы знаем также, что если нажимать подряд несколько раз, то получится несколько скриншотов одновременно. То есть, например, если вы хотите сделать скриншот какой-нибудь веб-странички, пролистывая ее, да, вот сделали один скриншот, пролистали, сделали другой скриншот, снова пролистали и так далее. У вас получится сразу несколько скриншотов. Если нажать на них, то мы можем видеть, что у нас вот их здесь несколько и перемещая, что-то с ними там делать, да, здесь размечать. Итак, мы делаем скриншот 1, вот он у нас получился, что с ним можно сделать, если мы нажмем кнопку готово, то у нас здесь появится несколько опций, сохранить фото, понятное дело, она кажется у нас в фотографиях, сохранить файлы, появится диалог сохранения в файлах, да, посмотрите мое видео про файлы в айфоне, мы опять попали в диалог готово, готово можно сохранить в короткую заметку, создается сразу коротенькая заметка, что-то можно здесь такое вписать, да, и сохранить заметку. Тогда скриншот пропадает, давайте снова его сделаем, также в меню готово есть скопировать и удалить, то есть можно скопировать и пуфер и сразу удалить скриншот и там куда-то его вставить дальше, ну и удалить один снимок экрана, то есть фактически мы просто сейчас избавимся от скриншота. Давайте переведем в пункт разметка скриншотов, очень важный пункт. Итак, разметка, у нас здесь сразу по умолчанию выскакивает меню разметки, она находится вот здесь, вот этот маленький карандашик, появляются инструменты разметки, мы можем на этом скриншоте делать пометки, разным цветом, разными инструментами. Например, мне нравится вот такой толстенький фломастер, я могу что-то обвести здесь, да, не очень красиво так получилось, отменить действие можно вот этой кнопочкой отмены. Если я хочу обвести покрасивее, я могу обвести, например, таким вот овалчиком и задержать, и тогда айфон преобразует мне мой овал в более правильную фигуру. Я могу обвести кругом, кружок как бы нарисовать, он поймет, что это круг, вот, ну не очень понял, потому что я не очень ровно нарисовал, вот круг нарисую, вот он ровный круг. Если мы хотим нарисовать какой-нибудь прямоугольник, то тоже можно нарисовать прямоугольник и задержать, и он нарисует правильный прямоугольник или даже квадрат. Вот, правильный квадрат получился. Все то же самое с другими фигурами. Например, треугольник можно нарисовать и так далее. Рекомендую пользоваться именно этим. Рисовать правильные фигуры при разметке. Это получается красивее. Если мы что-то нарисовали, мы можем взять ластик и это стереть. Мы можем взять тоненький карандашик, также нарисовать правильные фигурки. Понятное дело, что мы можем выбирать цвета. Вот тут карандаш. Я выбираю какой-то цвет, например, синий хочу. И рисую теперь синим цветом карандашом. Вот, рисую. И берем ластик и все стираем. Есть у нас линеечка. Мы можем начертить что-то по линейке. Ее можно поворачивать. Вот двумя пальцами я делаю. Вот так вот, меняя ее угол. Вот ровный угол. Если я хочу что-то подчеркнуть, то я провожу линию, например, красным карандашиком. И она будет абсолютно ровной. А линейка потом исчезнет. Убрали линейку. Здесь есть также плюсик. В этом плюсике у нас есть такие пункты, как описание. Можно дать какое-то описание. Этому изображению ввести. У нас есть плюсики. Текст. Можно добавить на ваш скриншот какой-то текст. Причем сделать его красного цвета или какого-то любого другого. А также сделать его шире. Увеличить его размер. Например, мне синий текст нравится. Также можно добавить очень интересную вещь, такую как подпись. Ну, как добавить или удалить подпись. Для этого нужен отдельный ролик. Может быть, вы можете сами найти такой ролик. И узнать, как добавлять подпись. Это делается на маке. Ну и на айфоне можно. В общем, это нужно, если вы хотите какой-то документ подписать. Здесь вот прям в скриншоте это сделать. Этот диалог инструментов доступен и в других программах. Например, в редактировании PDF. Здесь есть инструмент непрозрачности. То есть, можно у этого скриншота уменьшить прозрачность. И тогда наши рисунки останутся. А сам скриншот станет прозрачным. Не знаю, зачем это нужно. Может быть, пригодится. Ну, в общем, тоже есть. Есть лупа. Это отличное средство. Вообще супер. Например, вот мы хотим увеличить лицо этого человека. И я на скриншоте хочу на это обратить внимание. У этой лупы есть зелененькая точечка. Она меняет увеличение. И есть синенькая. И она меняет, собственно, сам значок лупы. По-моему, здорово просто. Есть также здесь разметка фигурами. Например, очень часто нужно какой-нибудь текст скрыть. Например, вот я хочу Data Engineering скрыть. Как его скрыть? Я нарисовал здесь такой квадратик. Дальше я хочу скрыть то, что под этим квадратиком нарисовано. Для этого мне нужно нажать вот эту вот кнопочку. Сделать квадратик непрозрачным. Но цвет мне не нравится. Поэтому я должен пойти и взять пипетку в цветах. И показать, какой мне нужен цвет. Мне нужен цвет выбрать, чтобы он белый был. Подтвердить это. И вы видите, что текст скрыт. Я могу вот этот квадратик двигать здесь. Он непрозрачный. И у меня теперь нет здесь ничего. Также я могу передвинуть этот квадратик куда-то дальше. Если мне нужно скрыть что-то черного цвета, то, соответственно, я могу квадратик навести и пойти выбрать цвет. Вот здесь взять пипеточку и навести на то, какой у меня должен быть цвет. Все подтвердили. Чтобы выйти из диалога цвета, можно нажать на значок фигуры. И теперь у меня здесь тоже ничего не видно. То есть я все закрыл. Также очень интересные инструменты. Ну вот этот круг квадрат понятно. А вот это средство разметки позволяет указать, на что нам обратить внимание. Например, мы хотим по поводу этого молодого человека как раз и какой-то текст ввести. Так вот оформляем вот этот вот инструмент, который очень удобно и красиво можно оформить. Большой, крупный получается и какую-то пометку можно внести. Ну и также есть стрелочка. Очень популярная стрелочка. Пальцем ей сложно управлять, сложно попасть. Мышкой не получается. Давайте пальцем попробую. Тоже не получается. Выделим ее. Вот она стрелочка. Я ее перетащил. Пробуем взять за конец. Да, вот так. И перетащить ее, куда она должна показывать. Это довольно сложно делать пальцем. Если вы делали, то вы знаете, что это сложно попасть в ее края. Вот здесь еще есть зеленая такая кнопочка для ее искривления. Не знаю, это, наверное, для красоты. Можно искривить и показать, что вот. Ну, для прикола, да, так вот. Что вот она у нас такая кривая. Вот отличные инструменты для разметки скриншота, которые вообще-то есть во всех диалоговых окнах, касающихся изображения. Точно так же размечаются фотографии и точно так же размечаются PDF-файлы. Поговорим немного о подрезке скриншота. Так, подрезка. Если вы хотите подрезать, то вот можно взять за краешек и подрезать. Причем, видите, iPhone прилепляется к границе скриншота, отрезая служебные области изображения, чтобы вы ничего лишнего не сохранили. Ну, а так или иначе, вы можете в любом виде подрезать его и сделать квадратиком. Таким образом, у вас получится вот то, что только вам нужно. Например, давайте оставим вот такое вот изображение. В общем-то, довольно просто подрезается, как и фотографии, так и все остальное, но нет заранее заготовленных размеров, к сожалению. Давайте теперь поговорим о том, как создать скриншот целой веб-страницы, если вы находитесь на каком-то сайте и хотите сохранить все содержимое страницы, как говорится, с прокруткой. У нас как раз вот есть сайт, вот такой вот прекрасный сайт, DIY Media, YT, сайт со статьями, и я хочу, вот зайдя в какую-то, например, статью, хочу ее полностью сохранить себе. Она довольно длинная. Я нажимаю кнопки создания скриншота, чик, и если я нажму на скриншот, у меня появляется, кроме экрана, опция «Вся страница». Можно прокрутить эту страницу и остановиться только на том месте, которое вам нужно. Здесь также есть инструмент подрезки, то есть можно вот так вот подрезать и оставить только ту часть страницы, которая вам нужна. И таким образом у нас есть изображение всей страницы. Ну а теперь поговорим о том, какие есть опции для сохранения и экспорта скриншотов. Итак, мы нажимаем «Готово». В нашем случае, когда мы сохраняем скриншот всей веб-страницы, сразу предлагается сохранить PDF-файлы. То есть мы можем на нашем iPhone или в iCloud выбрать какую-то папку. Например, я вот выберу «Загрузки». Много всяких загрузок. Мы можем переименовать здесь вот эту статью. Например, написать «Статья 1» и сохранить ее. И у нас получится PDF-файл с этой статьей. Давайте пойдем посмотрим, где он там получился. Для этого мы заходим в «Файлы», проверим наши загрузки. Вот. Здесь у меня «Статья 1». Видите, я могу нажать и открыть ее. Это PDF-файл, который я могу пересылать, я могу им делиться. Еще много-много чего могу. Кстати, я вот говорил, что здесь тоже есть разметка. Она такая же. Давайте поговорим о такой полезной, интересной опции, как распознавание текста со скриншотов или вообще с изображений. Да, мы знаем, что здесь у нас в iPhone есть возможность распознавания текста с изображений. Ну и как этим пользоваться и зачем это нужно? Например, есть вот приложение, например, вот такое вот, как карты Яндекс, где есть текст, который я хочу скопировать. А он не дает мне такой возможности. То есть, здесь вот есть текст, а копировать он его не разрешает. То есть, опция копирования не появляется. Вот как ни пытайся, как ни старайся. Но я могу обойти этот момент тем, что я возьму и сделаю скриншот. И у меня появится возможность распознать текст. Я могу как сохранить сначала изображение, чтобы потом распознать так. И вот здесь я могу выключить инструменты редактирования. И здесь внизу появляется функция обрезать и изменить масштаб. Или выбрать текст. Например, если я нажму здесь выбрать текст, я возьму, да, и выберу его этот текст. Вот, да. Он его уже вполне позволяет мне выбрать. Я могу скопировать его. И этот текст у меня теперь есть возможность вставить в заметку. Я сохраняю скриншот фото, чтобы посмотреть, как там будет в фотографиях это выглядеть. Ну, а для проверки, вот я иду в заметки и вставляю этот текст. Просто вставляю, и вот он вставился. То есть, нет никаких проблем теперь откуда-нибудь забрать текст из изображения, если там установлена защита от копирования этого текста. Грустно, но правда. То есть, ваш текст тоже могут так же скопировать. А я могу вот здесь вот открыть и увидеть, что в изображениях тоже есть возможность скопировать текст. Вот я беру и копирую. Даже не надо ничего никуда нажимать. Джалда скопировал. Такие вот дела. Еще один бонусный момент хочу рассказать. Сейчас подождите, не отключайтесь, посмотрите. О чем я хочу рассказать? Вот у нас есть, например, статья, которая полезна, и мы тоже хотим ее сохранить. Но если мы делаем скриншот этой статьи и пытаемся сделать скриншот всей страницы, то мы видим, что изображение не копируется. И нельзя сохранить эту статью в виде скриншота, в виде PDF-файла с картинками. Но тут есть небольшой лайфхак. В браузере Safari есть возможность перейти в режим чтения. Вот здесь вот на две буковки нажать и показать режим для чтения. В этом режиме статья отображается по-другому. И мы можем уже создать скриншот всей страницы. И видим, что все сохраняется вместе с изображениями. Ну а дальше мы знаем. Мы можем нажать готово и сохранить как PDF файлы. Здесь мы переименуем и сохраним. Ну что же, вот и все, что я хотел вам рассказать сегодня о скриншотах в айфоне. Может быть, чего-то я упустил, но именно эти моменты, которые я вам сегодня подсветил, ими я пользуюсь очень часто и считаю, что вы должны о них знать, чтобы продуктивно пользоваться этой функцией. Если я что-то забыл рассказать, напишите в комментариях, чем именно конкретно вы пользуетесь в айфоне, в смысле скриншотов, для того, чтобы зрители этого видео об этом тоже узнали. Надеюсь, было полезно. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, ставьте лайк. Пока!